привет всем доброго времени суток друзья на связи кузнецов дмитрий ролик выкладываем от подписчика спасибо втором сразу предупреждаю это ролик от приватбанка скажем так в россии приватбанк перестал свою деятельность и вот с украины ребята нам шлют чем приятно что везде нас слушают смотрят сразу предупреждаю буду не буду допускать комментарии разжигающие вот эти вот межнациональные политические распри у меня на канале это не допустимо поэтому те кто по той либо иной причине плохо либо очень плохо относится украине либо украина представители украинской стороны плохо относится к русским сразу предупреждаю оставьте это при себе на канале эти комментарии на канал эти комментарии не будут допущены будут удалены но те кто адекватно к ситуации относится пожалуйста слушаем и пишем адекватные комментарии поехали добрый день это приватбанк меня зовут виталий викториевич это департамент по взысканию проблем на долгу я могу прийти александр николаевич да вам за ним кстати на вашего долга просроченного перед банком по вашей карте универсальной к оплате у вас шестьдесят девять тысяч двести гривен штраф шесть тысяч сто тридцать всего семьдесят пять тысяч триста тридцать гривен александр николаевич дело в том что по вашему долгу получили решение суда у вас на 20 февраля назначен выезд исполнительной службы уже с целью изъятия имущества в счет погашения долга да что нам необходимо уточнить кое-какую информацию вы оставляли место регистрации только с маковского верно ну да уточни вас за какой мысль вы сможете предоставить счет погашения долга для того чтобы это было пока что добровольно непринудительное взыскание ну когда добровольно непринудительно если это исполнительная служба это уже принудительно вы сами лучше предоставите понимаете пока что на области добровольно или принудительно согласно законодательства правильно вы говорите это будет уже принудительно речь идет о том чтобы пока что александр николаевич вы сами предоставили это имущество я сам не приятно не предоставить и вы общались с сотрудниками нашими вы обещали что часть долга будет оплачена я не говорю такого не поступают я не говорил такого вас обманули ваши сотрудники последняя оплата была в тринадцатом году восьмом месяце не оплаты не осуществляет надо не платить и ничего что вы понимаете что будут опять же проверять ваше финансовое положение если выяснится что у вас есть работа или было лишь мать и доходы потому что указано в документах вы указываете что есть сумма основного дохода вы платили коммунальные платежи если окажется что при оформлении договора в банке вы указывали заведомо ложную информацию про работу про место проживания вы еще живете с родителями вы понимаете к чему да только я живу с родителями жены они со своими родителями разница в том что месяц назад была такая ситуация приехали все на родственника а мать покупала телевизор забрали потому что документы не смогла предъявить холодильник дарили родственникам тоже ушел счет погашения долго то что ваши родственники скажут просто это мое так не сработает и если конечно что-то бралось кредит да 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 я смотрю еще то вы будете это уже объяснять родственникам и родственников чтобы их не путать в эту ситуацию да мне все равно абсолютно вы почему кредит не платите александр николаевич а почему вы мне звоните потому что пока что есть возможность урегулировать ее нет мы звоним официальные сотрудники ее нет пытаемся договориться мы хотим и намерить я не хочу с вами договариваться вы не хотите вы понимаете что банк может в любой момент передать это до коллектора да пожалуйста передавайте и я не знаю что коллектора делают там клиент коллектор ничего не делают можете мне не рассказывать да поверьте мне даже звонила уже александр николаевич ой слушайте вы скажите как это сказки звонила вам рассказала приехали заклеили наклеили на дверь монетку Аллександр Николаевич залили двери клеем ставить ключ невозможно обклеили подъезд ли стовками Если это в сказке, я месяц назад был у друга, и такие вот перестовки висят, вас разыскивает кредитор, оплатите долг, фамилия меня очень зависит, фамилия там сферта, человеку, наверное, стыдно стало, и он вот сфер свою фамилию. То есть вы мне угрожаете, вы мне угрожаете, вы мне угрожаете, вы мне коллекторами, которые будут с меня выбивать деньги. Банк не несет ответственности, я вам не сказал, что они физически вызывают. Вы сейчас не угрожаете, принуждаете меня к выполнению гражданских моих обязанностей. Правильно, Александр Николаевич, мы вас обязаны, мы сейчас требуем, Александр Николаевич, согласно гражданского, вот вы сами вспомните, гражданского кодекса Украины, вы обязаны выполнить требование. Вот это требование, выставленное на законных основаниях. Да, вот подавать его в суд. Так почему же вы тогда сами нарушаете этот договор? Вы сами вспомнили и сами его нарушаете? Я ничего не нарушаю. Я видел вчера решение суда, Александр Николаевич, у человека был 10 тысяч долг. На какую сумму вы видели решение суда? 10 тысяч долг, списали 800 гривен, начислили 2400 судебные издержки. Это, конечно, хорошо, что вы не оставите наших судей без работы, но оплачивать придется судебные издержки. И по решению суда, во сколько будет 10 дней, уже есть решение суда? Да. Вы даже и об этом не знаете. Что там в решении суда написано? А ну, про меня. Увгинский районный суд, место Кривого Руга. Да. Вы вообще видели это решение? Нет, не видел. Почему вы его не видели? Потому что со зрением плохо у меня. Это все, конечно, очень смешно, Александр Николаевич. Ну, дальше, что там написано? Читайте мне, да. Дай бог вам, Александр Николаевич, что эти перспективации в вашей жизни не произошли. Еще разок, что вы? Там мне не дочитали. Прочитайте, пожалуйста. Мне сейчас надо его открывать, Александр Николаевич. Открывайте. У нас работает. В альбомных местах я не буду... Не надо вам сейчас вот все-таки уточнять. Мне и я, мне, какая моя работа. Там есть решение суда. Ну, я вам не объясняю. Я вам говорю то, что вы должны делать. Если вы пытаетесь... Мы вам говорим сейчас, что вы должны делать. И мы правим вам выставлять эти требования на законных основаниях. Представляете. Так вы мне по сути... Мы согласно Гражданскому кодексу Украины требуем от вас возврата этого долга. Требуйте через суд. И вы были согласны с вами, Александр Николаевич, что вы этот долг вернете спустя три месяца просрочек. Через суд. Так суд уже есть решение суда. Вам что еще надо? Я его не видел. Покажите мне. Хотя бы зачитайте мне его. Решением суда, вот этими извещениями, как вы думаете, кто занимается? Я не знаю. Вы утверждаете, что есть решение суда. Вы меня вводите в заблуждение на данном этапе. Суд этим занимается. И вы можете подойти туда... На данном этапе утверждаете, что есть решение суда. Вы меня вводите в заблуждение. Почему? Возьмите ручку, я вам продиктую номер дела. Продиктуйте мне не номер дела, а вы мне, пожалуйста, зачитайте, что там написано, какая сумма. Вы настаиваете на 75 тысячах, а мне интересно по суду, что там написано. Но по суду, если там другая сумма, она вами выплачена, вы ее уже закрыли, чтобы вам сделали перерасчет. Вы мне зачитаете, какая сумма по суду? Я пытаюсь сейчас открыть это дело. Ну, пожалуйста. Опять же, этот банк не обязан этого делать. Но вы же мне сейчас на что-то ссылаетесь, при этом не можете это аргументировать. То есть вы меня обманываете. Поэтому, когда эта запись будет предоставлена в суд, когда вы будете там со мной судиться, если вы утверждаете... Да мы уже с вами судились. Почему у вас не было, нашего даже представителя не было. Вас почему не было? Даже вашего представителя не было, вот видите, а тем более меня не было. Наш представитель может отсутствовать. Да что вы говорите? И суд принимал решение по законодательству. Он же не на свое усмотрение, там захотел или нет. Открыли договор, посмотрели какую сумму, какие были условия договора. Спасибо, вы меня посвятили. Мы уже открыли решение. Мне сумму озвучьте, пожалуйста. От какого числа и когда оно вступило в силу? Вы должны оплатить 33 тысячи. Ну, а вы мне говорите 75 тысячи, так вы не обманываете. Вы когда их оплатите, мы вам называем сумму Александра Николаевича. Не-не-не, подождите. Из первого дня просрочки. Подождите, у меня есть решение на основании решения суда. Вот тогда и вам и будет делать исполнительная служба перерасчетно. Не-не-не, не-не. Седьмого месяца шестнадцатого года. Где там печать есть? Там должна сказать печать, что она вступила в силу. Есть? Решение суда, да, у вас печать. И что там написано? Вступила в силу, в законную силу. То есть то, что там вынес судья, это хорошо. А там еще и должно быть дата вступления в силу законную. Есть? Три дня у вас на выполнение... Какие три дня? Там есть? Открытие исполнительного производства, да. И у вас семь дней на выполнение требования исполнительного служба. Назови мне дату, когда оно вступило в силу. Вступила в дату у вас двенадцатого ноль седьмого числа. Да. Дата решения... Заочное решение суда, с которым я не ознакомлен, вступило в силу. Ты меня что, за лоха держишь, что ли? Нет. По законодательству, до тех пор, пока я не ознакомлен, оно не вступает в силу, потому что у меня есть еще десять дней на обжалование этого решения. У вас было десять дней? Со дня моего ознакомления, когда я подписал, что я ознакомлен. Ты меня что, за лоха держишь? На решение может быть подана апелляционная скарга в апелляционный суд Днепропетровской области через районный суд Кривого Рогу Днепропетровской области против 10 дней с дня проголошения решения. Это с дня вашего ознакомления. С дня ознакомления, родной мой. А с дня проголошения решения. А теперь слушай сюда. Я уже с вами сужусь больше года, наверное. Вернее, не больше года, а с весны. Летом я подал апелляцию, чтобы ты мне сказки не рассказывал. У меня назначено судебное заседание на 28 февраля. Уже второе заседание. С вашим представителем. И дальше, что Александр Михайлович, какие сказки? Вас не устраивает, то, что вас не устраивает решение суда, вы это можете обвалывать. Только есть уже решение суда. Которое не вступило в законную силу. Валено. Александр Михайлович, он вступил в законную силу. Да хрен тебе, я больше не успею. Аргументы, пожалуйста, не надо переходить на личности. По крайней мере, я думаю, вас родители так не воспитывали. Хотя бы уважение к родителям. Имейте конструктивное общение. Слушай, а ты не из-под коллекторов, случайно? Родители, коллекции, конструктивное общение. Александр Николаевич, это головной офис Привозбанка. Город Днепропетров. Да я пока еще в этом не уверен. Вы знаете, что вы будете смотреть в глаза своим родственникам, когда они приедут домой, забирать имущество? Да хрен ты туда приедешь. Я видел, Александр Николаевич, когда в заседании суда надевают наручники на человека и выводят за мошеннические действия. Давай, давай. Не будьте настолько самоуверенны. Я всего желаю, чтобы этого у вас не было. И вдруг вам придется оплачивать. А ты не будь трендуном. Ты сначала аргументы свои посмотри, а потом расскажи. Вам было прочитано. Вам было прочитано даже. Идешь ты нахер прочитано. Я указываю для банка, что вы уклоняетесь от оплаты. Вы не собираетесь выполнять требования банка? Не собираюсь. Да, я не собираюсь. Я звонок запишется для суда. Хорошо, из меня он... Вы занимаетесь мошенническими действиями, правильно? Естественно, да. Это ты так квалифицировал. Я указываю для банка тогда, что Александр Николаевич. Да уже есть решение суда, вам даже решение суда нечего. Я тебе пятый раз объясняю, но не вступил. Хорошо, пускай суд узнает, как вы общаетесь с сотрудниками. Пускай узнает, конечно. Я, во-первых, не знаю, сотрудники или нет. Головной офис «Приватбанка». И что теперь? Я замначально к ГРУ. Если бы вам звонили коллектора, вам бы представились... Ну, вы договор даже не читали его, наверное, конечно, не знаю. Да я его не подписывал. Там было указано, что... Я договор не подписывал. Вот так. Десять месяцев назад вы подписали с банком договор. Десять месяцев назад... Вам бы деньги, Александр Николаевич, никто бы не дал. Анкета, заявление, договор – это разные вещи. Почитай, дорогой мой. Александр Николаевич, 633-я статья Гражданского кодекса Украины. Публичная оферта. Вы подписали с банком анкету, условия на сайте банка являются... Александр Николаевич, вы хотите сказать, что банковская вся система работает неправильно, и Национальный банк Украины выдает неправильные лицензии? Наконец-то первый у тебя здравый смысл. Александр Николаевич, если вас не... Вы когда брали деньги, вас эти условия устраивали, когда пришло время возвращать эти деньги, вы находите новые пути, как его не возвращать, дай бог, чтобы вас еще не судили по мошенничеству, иначе садите в тюрьму и не вернетесь оттуда никому не нужны. Смешно будет, Александр Николаевич. Слушай, а сколько тебе лет, слышишь, Педик? Александр Николаевич, наказите в Украине как, только на пресс. Педик, сколько тебе лет? Не имеет значения, Александр Николаевич. Это еще не факт, что вы, старший Педик, должны показывать, по крайней мере, мне пример, как надо общаться. Мало того, что ты младший, так ты еще и Педик. Мало того, что ты меня обманываешь, ты нечего, не нуждаешь выполнять мои гражданки. Александр Николаевич, если у вас есть комплексы, не надо самоотверждаться за счет чужих друзей. Нет, как раз комплексов у меня нет. Поэтому, пожалуйста, давайте не будем оскорблять друг друга. Комплексы? А ты меня не можешь оскорблять, ты при должности. У вас, если закончились аргументы, вы переходите на личности, начинаете оскорблять? Нет, я... Мы сейчас... Я не оскорбляю. Я не оскорбляю. Я оскорбляю. Я говорю то, что фактически есть, понимаешь? Александр Николаевич, я это разу. Я утверждаю точно так же, как и ты. Я для банка указываю, что при записи нашего разговора вы отказываетесь. Ты не работник банка? Это город Днепропетровск. Ну, это что-то для банка. Меня Виталий Викторович, персональный номер сотрудника 1884, и вам этого будет достаточно, Александр... Да, вот там Педико маркируют. Александр Николаевич. Да. Вы с какой целью это говорите? Но это вам все возвращается, поверьте. Нет, я Педиком не стану, потому что... Зачем? Потому что... У вас не получится, Александр Николаевич. Конечно, не получится, но что я на такую Педиковскую работу не устраиваю. Я... Ну, Александр Николаевич, ну, опять же, вы приходите на личность. И их не обманываю. Я помогаю людям, которые готовы все-таки находить выход из ситуации. Я указываю для банка, что вы не... Да, и укажите Педик, да. ...оплату в указанной банком сроки. А последствия к неоплаты мы предупредили. У вас, я вижу, кстати, есть... Не буду это продолжать, Александр Николаевич. А в последствии к неоплаты я вас предупредил. С минуты тут, с минуты последний, Александр Николаевич. Дай Бог, дай Бог, чтобы вы... Я бы писал твой номер, а потом после суда я тебе лично позвонил. С этим долгом, Александр Николаевич. Ты понял, я после суда лично тебе позвонил. Всего доброго, до свидания. Ты мне скажи, исполнительная служба когда будет? В вашем случае вам было указано, когда будет исполнительная служба. У вас запланирован визит на 20 февраля. Да, то есть я должен быть... Мы для банка указали, Александр Николаевич. Ты за базар отвечаешь за свой, что они будут 20 числа. Банком запланирован исполнительная служба. Ты отвечаешь за базар, что исполнительная служба будет здесь. Я несу ответственность за свои слова. 20 февраля у вас запланирован. Вот я тебе позвоню, если 20 февраля ко мне не придет. Могут, Александр Николаевич, и приехать, и не приехать. А вы будете постоянно в ожидании того, что к вам должны приехать. Да я вас ожидаю. Я вас ожидаю. Я вас ожидаю. Я вас ожидаю. Вам всего доброго. Мне очень жалко, что не помогает. Да, давай, Педик, давай, пока. Комментировать особо нечего, друзья. Одно скажу, у них у всех одинаковые методы, где бы они ни находились. Постсоветское пространство в России. Все понятно, да? Попытка запугать, попытка рассказать то, чего не может быть. С надеждой на то, что человек испугается. Ну, естественно, на что надежда? На то, что человек не будет думать, он отказывается даже думать в сторону своей безопасности, в сторону своей правоты. Естественно, верит всему на слово и, естественно, боится. Именно незнание, как я всегда говорю, формирует устойчивый страх. Что у нас в стране, что в какой-то другой, в той же Украине, да, принцип права носит заявительный характер. Если вы не согласны с чем-то, нужно заявлять о том, что ваши права нарушены. А вот, иначе вы будете всегда и всем должны. И как бы, уходя от всех возможных комментариев, я просто вам скажу, что не надо сидеть, как говорят, на жопе ровно, а нужно делать вещи. Великие дела нужно не обдумывать, а делать. Так сказал Юлий Цезарь, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот, в данном конкретном случае очень многие просто сидят и обдумывают. А будь что будет, а вот что будет, если? Нет, нужно брать и заниматься своим вопросом и превратить проблему, переквалифицировать проблему в статус задачи. И эту задачу решить. Чувствуете разницу? Проблема – это фатальный термин. Оттенком фатальности он попахивает. А вот задача, в принципе, подразумевает решение этой задачи. Я вам предлагаю, всем, у кого есть проблемы с банками, с кредитами, с МФОшками всякими, с онлайн-займами, начать все-таки действовать. И можете сами, хотя бы для начала послушать и подпишитесь на наш канал. Примите решение обратиться за помощью к юристам, к вашим услугам, специалисты, высококвалифицированные специалисты компании АЛЯ. Мы не делаем голословных заявлений. Я, прежде всего, предлагаю вам послушать на нашем сайте видеоролик, как устроена работа кредитных юристов компании АЛЯ. Вы поймете, что мы для вас сделаем. И пускай это не будет ни для кого секретом. Ссылка на наш сайт в описании этого ролика есть. Также, для вашего удобства, в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка. Вот она. Нажимаете, попадаете на наш сайт, находите видео, смотрите. После чего, оставляете заявку в форуме на сайте. Вам перезванивают наши специалисты с телефонов, которые указаны на сайте в правом верхнем углу сайта. Туда звонить не нужно. Просто забейте эти цифры себе в контакт и ждите звонка наших специалистов. Мы позвоним в рабочее время по московскому часовому поясу. Также, я вам предлагаю познакомиться поближе со мной, с Кузнецовым Дмитрием. Для этого приглашаю вас на плейлист. На этом канале есть плейлист «Целые обращения Кузнецова Дмитрия», где я отвечаю на многие-многие вопросы наших клиентов. Достаточно расширенно, объемно на вопросы клиентов, подписчиков, слушателей канала. Ссылочка на плейлист сейчас выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Пожалуйста, посмотрите. Буду рад знакомствам. Пишите комментарии, вникайте в ситуацию. Кстати говоря, в этом же плейлисте есть опровержение многих, с позволения сказать, критиков. Людей, которые критикуют меня необоснованно. Тоже, кому интересно, как я отвечаю на вот эти выпады, тоже там все есть. Итак, подведем к общему знаменателю. Если вы хотите встать под юридическую защиту, первое, что вам необходимо, это посмотреть видео на нашем сайте. Только после этого оставить заявочку в форуме на сайте. Подчеркну, обязательно посмотрите видео, очень многие вопросы снимутся. И переговоры с нашими специалистами вам будут более понятны, чем ежели если бы вы не посмотрели видео. Итак, в правом верхнем углу для вашего удобства кликабельная подсказка выходит. Посмотрите, пожалуйста, видео. Вот эта подсказка. Оставляйте заявку, ждите звоночка наших специалистов. Ну, для постоянных слушателей нашего канала, естественно, напоминаю, репост в соцсетях. Как положено, поделитесь в соцсетях этим роликом. Лайки ставьте, если понравилось, не понравилось, дизлайки. Напоминаю, никаких политических комментариев мы не допустим на канал, это однозначно. По делу, пожалуйста, по существу комментируйте. Ну и, само собой, кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. Вступайте в группу ВКонтакте. В ВКонтакте мы дублируем все наши ролики. Ссылочка на группу в описании. С вами был Кузнецов Дмитрий. Друзья, всего хорошего вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok